Мы заехали в отель Gloria Serenity. Это уже такой устоявшийся, серьезный, солидный отель, который прошел полную реновацию совсем недавно. Сейчас мы заселяемся и в ближайшие два дня будем показывать вам, что изменилось в этом отеле и насколько комфортно проживать в этом отеле. Давайте начнем. Номер отеля Gloria Serenity. Смотрите какой просторный номер для двоих. 2 плюс 1 здесь очень комфортно. Постельное белье, белоснежное, хрустящее. Ремонт выполнен вообще свежий, с хороших материалов. Телевизор у нас зеркальный. Здесь все управляется сенсорно. Вот такой телефон. Из него можно включать, выключать свет, включать кондиционер. Пульт управления умным домом, как им можно воспользоваться. Можно открывать, закрывать шторы. Сейчас мы продемонстрируем это. Шторы открываются или шторы закрываются. Точно так же можно управлять температурой воздуха. Так же можно, что здесь еще можно сделать? Вызывать уборку и управлять светом. Так, вот сейчас отключилась. Либо включилась, либо можно более детально управлять светом. То есть убавлять яркость, либо добавлять, либо полностью его отключать. Вот такие новшества в этом отеле. Посмотрите, какой у нас шикарный вид. Мы находимся на первом этаже, проживаем с такой террасой. У нас прекрасный вид на бассейн. Бирюзовую водичку и очень зеленую территорию. Ванная комната очень светлая и стильная. В светлом мраморе, в дереве светлом. Ну и для премиум отеля, конечно же, это косметика Булгари. Конечно же, все необходимое в номере есть. Тапочки. В номере есть сейф современный с сенсорным панелью управления. В номере есть капсульная кофемашина, приветственное вино, яблочко. Наполнение мини-бара полное. Крепкий алкоголь, пиво, водичка, газированные напитки. И вот что мне понравилось, это ароматные чаи. Каждый на свой вкус. Вы представляете, это в отеле Gloria Serenzi. В главном ресторане вот такой просто умопомрачительный аквариум. Аквариум с рыбами, живыми рыбками. Просто прелесть какая-то. Какая красавица. Немножко отвернулась. Вторая спит там. Мы идем на обед. Это основной ресторан. Покажем шведский стол в отеле Gloria. Начнем с чего? Старело, как всегда. Ну, наверняка здесь будет все очень здорово. Я даже не буду заглядывать в эти кастрюли. Просто пройдемся, пройдемся, все посмотрим, что здесь подают, какие закусочки. Закусочки, смотрите, деликатес, деликатес. Вот, шикарно. Салаты, как всегда. Вижу салат с креветками. Мороженое. Здесь кондитерские шедевры Gloria. Gloria. Такие шедевры здесь. Это тоже очень вкусный фисташкин. Здесь просто произведение кондитера. Так, ну, здесь турецкие сладости. Крупты. Крупный хлеб. Вижу детское питание. Давайте сразу покажу, что здесь для детей. Марка Хип. Смесь марки Хип. Баночное питание. И, ну, здесь разные виды молока и йогурт. Несколько видов пиццы. Традиционно для турецких отелей. Здесь делают мясо. Жарят баранину. Так, что здесь еще? Рыба. На гриле. Так, ну, здесь овощные овощи, приготовленные по различным способам. Готовится вкусно сразу. Так, этот салат готовит креветок. Ребята, мы пришли на обед в ресторан. В ресторане шведский стул. Ресторан очень светлый, где так это нравится. Море продукты. Вы, прекрасные, две десочки. Такие красивые и яркие напитки. А самое главное, это вид. Посмотрите, какой аквариум. Сидим любымся, маленьким миром. Где мурена? Вон она, вон она сидит. Ну что, мы традиционно заказали рыбку. Попробовал уже мясо. И, конечно же, все достойно, все вкусно. Интересные закуски, которые я вам показывал. Мы их тоже сейчас попробуем. Но я уверен, на 100% что это будет. Все очень вкусно. Очень приятного нам аппетита. Друзья, отель достойный. Это стель шикарный. Уже мы понимаем, что сюда надо ехать. Отель прошел реновацию. Но вот в центральной части, в этой части, вернее, где рецепшн, где лобби-бар, оставили интерьер, выполненный из натурального дерева коричневого, который вы видите. Вся зелень, которая здесь находится, это все настоящие живые цветы. Их очень здесь много. Нам уже рассказали сотрудники отеля о том, что хозяйка лично контролирует все эти растения. Сейчас пройдемся по этой части отеля. Есть лобби-бар, где проходят вечерние развлекательные мероприятия. Там же есть терраса, выход на террасу. В баре все напитки, абсолютно все напитки подают только в стеклянных бокалах. Ну, давайте посмотрим бар. Сейчас я увеличу, чтобы более детально разглядеть ассортимент предлагаемым этим отелем. Впечатления об отеле у меня такие прямо штеплые, потому что весь отель, весь в зеленых цветах настоящих. Хозяйка отеля взрослая женщина, она следит лично за каждым цветочком, флористы здесь работают, конечно, вообще превосходно. Весь отель отремонтирован, он стильный, он такой весь из высококачественного материала, запах в отеле стоит. Просто такой приятный, ненавяльчивый. Ну, короче, дальше он смотрится. Представьте, вот так выглядит корпус, в котором нас расселили, разместили. Опять же, да, сколько здесь зелени. Ну, просто с ума сойти можно. Лена этим восхищается просто каждую секунду. Быстро и легко подобрать подходящий тур на любое направление, возможно, на сайте eltur.kz. Ссылка на сайт в описании под видео. Субтитры сделал DimaTorzok Качество отеля во всем. Газон. Я на него хочу обратить ваше внимание. Мы только вышли, конечно же, вот, ну, чувствуется, и эти эмоции, их невозможно скрыть, когда ты выходишь и сразу восхищаешься, восхищаешься всем увиденным. Поэтому мы продолжаем восхищаться и показывать. Ну, и опять же, поговорим о том, что делать в Турции зимой. Вот реально, ну, классно же. Ну, зимой дома минус 40, а здесь тепло. Плюс 18, наверное, 19. Ну, в общем, комфортно, не жарко, конечно же. Вы не будете купаться в море. Но если хотите купаться, купайтесь в бассейне. Тепло. Ну, зато, ну, вообще, здорово, очень здорово. Поэтому мы сами никогда не были зимой в Турции. Вот. И было большое желание убедиться, насколько здесь вообще комфортно, некомфортно. Теперь мы абсолютно уверены в том, что зимой можно отдыхать в Турции, пользоваться услугами хороших, качественных отелей, но сравнительно недорого по сравнению с летним периодом. Что ты хотела сказать еще? Это и хотела сказать, что можно отдохнуть в лакшери-отелях по классной цене и насладиться этим сервисом, этой красотой, этой вкусной едой и шикарными территориями отелей. Да, ничего не меняется. Мне кажется, летом трава зеленая, также и сейчас трава зеленая. Ну, единственное, что, как я говорил, даже цветы растут. Нету моря, может быть, кому-то море это и очень-то, не очень-то и нужно. А для тех, кто подбирает себе отель для проживания, ну, наверное, может быть, заглядывали на карту и видели, что рядом есть речка. Мы прошли это место. Сейчас я попробую его увеличить. В общем, там есть мост, разводной мост, через который проходят лодочки. Что касается самой реки и вероятности того, что насекомые будут, так скажем, доставать гостей этого отеля, нам представители отеля сказали, что однозначно, конечно же, в первую очередь здесь проводят обработку от насекомых. Вот. Как бы они не считают это минусом, ну, я имею в виду близость к этой речке, а наоборот, это такое некое преимущество, потому что здесь можно и порыбачить, и, как говорится, увидеть другую природу немножко. Ну, так что, в общем, это совершенно не минус. Море находится через речку, то есть, чтобы добраться до моря, надо пройти по такому мосту. И вы окажетесь на море. Да, да, да. Будет шуметь отбойный молоток, но я все-таки расскажу. Это лобби-бар. Везде обращайте внимание, вернее, я хочу обратить внимание на материалы, из которых изготовлена здесь мебель, напольное покрытие. Давайте посмотрим, вот насколько чистые сидения, подушки. Да все здорово, все классно, все чистое, и вообще не к чему придраться. Что можно сказать про море? Оно здесь есть. Здесь есть широкая пляжная линия. Сейчас февраль, вы не пугайтесь, горы песка. Так готовят на зиму пляж. Ближе к весне его, конечно же, восстанавливают. Но я хочу показать вам заход. Если вы видите, то это песок и мелкая галечка. И очень красивое море. И, кстати, пирс. Пирс достаточно большой, потому что видно, что в нем будет много места. Всем хватать будет. Вот мы сейчас идем, и рассуждаем с Леной, в чем преимущество отелей, которые уже такие возрастные, как скажем. Отель-то не новый, но он по-прежнему популярен, по-прежнему востребован. Ну, многие как раз-таки вот ради вот этой зелени, вот этих всех насаждений, вот этой обстановки и выбирают этот отель. В этом я на 100% уверен. А чем еще хорош отель, где много зелени летом? Да тем, что в жару в Турцию, в эту жару 50-ти градусов, конечно же, прятаться легче там, где много насаждений, много зелени. Так что, это тоже учтите. где проходят уже мероприятия, концерты, увлечения. Прямо конкретно встали. Ну, так-то да, здесь нормально, скорее всего, вообще шоу. Это подогреваемый бассейн, который работает круглый год, ну, я имею ввиду, востребованным и зимой, и летом, конечно же. Девчата купаются, отдыхают там, попивая на пытки. Так что, все нормально здесь. вот обратите внимание на этот корпус, второй, третий этаж, номера будут с видом на сад, но очень красиво, зелено, и вот здесь, посмотрите, бассейн, который с подогревом, то есть, шумно от него не будет, потому что он немножко через поляночку находится, так что, тоже отличные номера. просто покажем вам красоту. Вот, ходим, ходим, и все, до сих пор восхищаемся этой красотой. Мы просто в шоке, мы в шоке, смотрите, чего мы увидели. Два дерева, мандарины, а рядом это что? Грейпфрут. Тут целая роща этих деревьев, деревьев, вернее, тоже грейпфрут. Какая красота, какая прелесть вообще. Ребят, мы сорвали эти грейпфрукты, ой, апельсины, тут и грейпфрукты, апельсины, лимоны, вот, смотрите, прям на деревьях. Огромные, вот, огромные. А это вообще в шоке, мы кушаем прям оттуда. Академия, в феврале можно кушать мандарины. Где? В Турции, прям с дерева. А, апельсины, грейпфрут, лимоны, чего тут только нет. Мы в отеле, мы не в лесу, мы не в какой-то там ферме, мы в отеле, Глория, Сиренти. Ребят, гольфисты, смотрите, Глория, это ассоциируется с полями, многие, наверное, знают, но мы не в теме, поэтому совершенно ничего не понимаем в этом. Короче, пока стояли, болтали, в двух метрах от меня прилетел мячик, закинули, оказывается, я был рядом с лункой, так что мы уходим отсюда, чтобы нас случайно не пришибли этим мячиком. попал, один закатил уже. За моей спиной вот такая красотища вообще. пока мы смотрим территорию и не перестаем восхищаться ей. Мы на ферме, которая здесь тоже в отеле. Смотрите, какой красавчик сидит он. А как он туда забрался? Павлин, мавлин. С той стороны. С той стороны. Еще павлин? Я с ним поцеллюсь. Я не хочу с павлинами целоваться. Ох, смотрите. Вот это да. Не сбежали, что ли? Ну так вот спокойно, свободно эти животные здесь двигаются, перемещаются. А, побежали, 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 побежали. Фламинго. Розовый фламинго. Настоящие живые фламинго. И еще много разных птиц интересной породы. Утки, гуси. И вот такие вот милые аллейки, дорожки. Елена ходит как ребенок. Петюшки, лебеди, фламинго, уточки и красивые какие-то еще птички. Господа, это мы видим виллы. Здесь их очень много. Сейчас мы прошли из зоопарка, там, находятся зоопарки, имею ввиду. И мы видели прям большое количество этих вилл. А виллы есть с бассейнами, есть без бассейна. Вот это данная категория с такой площадочкой. Здесь очень тихо, но нету. Есть джакузи здесь, кстати. Да, вот стоят это джакузи. Посуда, конечно, здесь просто на высшем уровне. Два лекарда ресторана, отель предоставляет бесплатное посещение в эти рестораны. Сегодня мы выбираем французский. Пока что нам принесли вино, мы сделали заказ, и будем показывать вам. Так, ну, нам принесли первые изысканные блюда. Это холодные закуски. Вот с правой стороны салат из креветок с каким-то французским названием, а с левой стороны это фуагра. Так, очередное блюдо нам принесли. Это уже горячее основное блюдо. Итак, Лена, озвучь название их. Кролик болотин и говяжий тендер лун. Ну, короче, типа стейк и кусочки кролика в какой-то желтое пенни и морковное пюре. Ну, все, ребят, спокойной ночи, приятного аппетита. Ну, что ж, нам принесли какой-то десерт и сейчас будут делать для нас шоу. Заключительная часть этого шоу это огонь в сковороде. Итак, понятен. Да. Вот так вот подают блины во французском ресторане. Да, еще оказывается не все. Сверху положили нам мороженое и залили все этим раствором, который был приготовлен в сковороде. Вот такой десерт. И легко подобрать подходящий тур на любое направление возможно на сайте eltur.kz Ссылка на сайт в описании под видео. Ребят, я уже как-то говорил свои мысли по поводу того, как можно оценить уровень отеля. Ну, это без слов. Это просто уборная, где автоматические двери здесь представьте как вы вернее посмотрите как все выполнено в каком классном стиле качество материалов отделочной качество сантехники ну просто великолепно и двери работают вот таким образом. Идем на вечеринку вечернюю. здесь программа мод концерт живая музыка и говорят как у нас делали дискотеку мы посмотрим вообще дискотеку только по субботам зимнее время но сегодня воскресенье вроде как должны сделать а так что шоколадницу там крутая шоколадница это совершенно новая часть отеля ее достроили вот тогда когда делали реновацию немногие вообще знают о ее существовании поэтому те кто рассматривает этот отель смотрите для вас наверное будет сейчас очень интересно так ну что начинаем удивляться как вы думаете что это это шоколад а это белый шоколад да это вообще что-то целая стена шоколада так беседка можно здесь заказывать брать ой я хочу вот этот шоколад с орехом мы будем пробовать потихонечку накладывать киви и сумасшедши наверное еще надо киви положить да а там нам упаковывают вкусняшки да вполне спасибо большое мы продолжаем лопать всякую вкуснятину в отеле Глория сиренити ну и как настоящий шоколад да киви с шоколадом это вообще а что вкуснее киви или шоколад и киви и шоколад вот мы в Риксосе кушали клубнику в шоколаде там свой вкус а вот киви тоже попали ну давайте немножко покажем что здесь есть желающие могут установить видео и доследить более подробно но я думаю что здесь будет на любой вкус вообще на любой каприз причем абсолютно бесплатно для жителей для гасилизма этого отеля в шоколаде чивос 18-летний здесь же работает ресторан по графику 24 на 7 то есть в любое время гости могут прийти в этот ресторан и покушать небольшой ресторанчик ну и тем не менее в это время здесь уже тоже есть гости и легко подобрать подходящий тур на любое направление возможно на сайте eltur.kz ссылка на сайт в описании под видео ребят доброе утро как всегда по традиции надо посмотреть спортзал немножко размяться в нем в отеле Gloria свиньки вот такой небольшой спортзал сейчас более подробно покажу по размерам зал небольшой один совместный и с беговыми тренажерами и силовыми тренажерами там в середине есть рецепшен где ребята стоят помогают ну в общем-то в принципе все нормально оборудование вы уже видите да какое стоит здесь достойное ну все поехали простите я буду это все есть ну и как же без азиатского аликарт ресторана тоже он есть он всегда платный здесь устраивают шоу прям перед гостями здравствуйте можно мы немножко поснимаем а сколько стоит аликарт это китайская цена сколько стоит это тепань 3 0 30 евро 5 евро 50 евро хорошо спасибо вот так вот выглядит этот ресторан красиво конечно спокойно и как всегда будет очень-очень вкусно каждый день вот такая программа в лобби-бар здесь на первом этаже живая музыка артисты разные приезжают тут же можно заказывать напиточки так мы наконец-то нашли мини-клуб работающий скорее всего зимой я уверен что это мини-версия этого клуба короче здесь развлекают нормальные веселые ребята мы на втором этаже здесь игры построили абсолютно много они специально его сделали чтобы немножко с рецепшена распределить людей оживить отель вообще здесь абсолютно свежий дизайн современный кстати если внизу это такая классика осталась да то здесь уже вот ультрасовременное то есть то что нужно молодежи ну и как бы другим шоколадницей течетственно шоколадной да мы вам ее показали мороженое мы еще не показали вам кондитерскую которая за нашей спиной сейчас мы туда пойдем будем мы уже кушать не хотим ну а что делать надо же все показывать так ну вот примерно так это все выглядит тихо спокойно ну наверное потому что все-таки зима да поэтому людей немного я уверен что в сезон здесь будет просто сумасшествие потому что вы посмотрите какие произведения здесь можно попробовать манго лимонный тыквенный мусс особый торт лимонный пирог малина лимонный да уж да уж да уж просто все очень вкусно и конечно же можно сделать кофе попросите кофе и вам сделают хороший кофе это мороженица называется да здесь конечно все как-то изысканно выполнено с перцем смотрите это с перцем мороженое да здесь очень вкусно клубничное и ежичное действительно красиво да вообще все очень вкусно тыквенное мороженое как работа какая подача посмотрите все будем лопать ну еще надо рассказать про ресторан который работает 24 часа на 7 то есть вот там где мы сейчас находимся именно в этом ресторане можно кушать круглосуточно заказывается все по меню мы сегодня заказали салат цезарь и креветки кампура ритампури и тартар из лосося тартар из лосося и вот этот шикарный цезарь посмотри по исполнению вообще офигеть в общем то мы ходили в общий ресторан но ребята которые ужинали здесь сказали что здесь просто заказал манты говорит хочу манты ребят я увидел в меню манты такой обрадовался мы же из казахстана мы любим эти блюда говорю манты давай представил уже сейчас такие ну вот смотрите это манты что-то я не понял в них есть вообще мясо или нет скорее всего нету елена елена заказала себе thunderline стейк и стелячьи вырезки блин я прям завидую вообще хочу тоже его съесть покажу вам спа в отеле глория сиренки в этом спа конечно же есть хамам сауны и вот такой шикарный крытый бассейн с подогреваемой водой нас сразу чувствуется тепло елена так получилось что 1 заплывает здесь они парниши какой-то еще есть обратите внимание на качество лежаков покрытие напольное ну я к тому что конечно здесь довольно так комфортно как дела немножко про этот спа в общем-то сам хамам там сауна обычные в принципе ничего такого там удивительного сверху естественно не такие уж прям новые свежие доски в саунах но нормально в принципе хорошо жарит зато вкусный чай здесь подают классные лежаки в общем-то все нормально прайс на услуги можно будет запросить у нас мы сфотографировали qr-код по которым может пройти на страничку с ценами услуг в этом спа заранее подготовиться в общем что делать зимой турции в отелях один сауну ходить в спа плавать бассейн хотим подвести итоги проживания в отеле gloria serenity скажем какие плюсы основные плюсы основные плюсы это то что отель отреновирован капитальным очень качественный ремонт белоснежные полотенца в номерах бутылок бутылочные напитки вода все в стекле получается сам отель премиального уровня питания в отеле просто шикарно а-ля карты подача есть круглосуточная карта в котором можно просто восхитительно всегда завтракать обедать и ужинать также премиальный алкоголь территории отеля это вообще отдельная тема конечно можно долго бесконечно еще раз про все это рассказывать вы уже все в принципе сами увидели из минусов отеля как таковых мы честно даже нет утюга а не да ну на то что с утюгом наверно вот те кто собирается сюда как-то подготовьтесь мы всегда берем с собой отпаривать поэтому пожалуй это единственный минус то что мы увидели каждому наверно будет свои какие-то предпочтения в общем этот отель мы однозначно рекомендуем для посещения с детьми для посещения молодым немолодым в общем абсолютно для всех подходит этот отель мы завершаем мы уезжаем на родину так что спасибо что досмотрели это видео до конца и всем пока до новой встречи подписывайтесь на наш канал их турки и рекомендуйте его мы будем рады если вы у нас станете нашими туристами в нашем туристическом ленте и турки алмата кустана и родные также можем забронировать вас любого города абсолютно казахстана всем пока все пока быстро и легко подобрать подходящий тур на любое направление возможно на сайте eltur.kz ссылка на сайт в описании под видео